Всем привет, друзья, с вами я, Артём. Недавно скачав карту по ФНАФу и немного по ней побегов, ко мне в голову закрала замечательная идея снять отдельное видео про аддоны, сделанные по ФНАФу. Да и к тому же, в комментариях меня уже давно просят записать видео про карты из Five Nights at Freddy's. Как по мне, идейка просто замечательная. Но перед началом этого видео, как всегда, оставьте их в комментариях, состоящие из четырёх слов. И обязательно смотрите видос до конца, для того, чтобы он продвигался алгоритмами Ютуба. Сегодня же мы рассмотрим 10 модификаций по ФНАФу, найденных в мастерской Гаррис Мода. Скорее, хватайте что-нибудь вкусненькое, наливайте чайку, и мы начинаем. Начнём мы сегодня с карты под названием Фредди Фазбер Пицца Дэй Тайм. Перед нами вымышленная пиццерия, взятая из игры Five Nights at Freddy's. В мастерской имеется два варианта этой карты. Одна ночная, а вторая дневная. При желании, вы можете скачать любую из них. Но сейчас мы поговорим именно о дневной. Здесь имеется комната охранника, камера и возможность закрывать двери от аниматроников. Помимо этого, на карте также есть экстренный рубильник, закрывающий железными ставнями все окна и выходы. Правда, для того, чтобы отключить эту систему защиты, придётся идти в подвал и врубать основной выключатель. Также на карте есть пасхалки, одна из которых находится прямо на виду и не требует выполнения каких-либо действий. Правда, когда вы её увидите, то от неожиданности ваше сердце уйдёт в пятки. Кстати, если вы найдёте на этой карте какие-то пасхалки, то расскажите о ней в комментариях, возможно, ваше сообщение попадёт в один из видосов с пасхалками. Вторая карта называется «Фредди Фазбер Пицца Ремейк Ивенс». Это ремейк карты из первой части «5 ночей с Фредди». Карты абсолютно точно создают события из первой части игры. Отличить её от оригинала практически невозможно. Здесь даже присутствуют те же самые пасхалки, что и в самой игре. И, кстати, одну из пасхалок я показывал в недавнем видео с жуткими секретами. Если вы его не смотрели, то переходите к подсказке, появившись прямо на верхнем углу. На карте за текстурами имеется комната, из которой вы можете выбирать и запускать нужную вам ночь. Помимо этого здесь также можно настраивать и отключать аниматроников, запуская тем самым собственную кастомную ночь. На карте присутствуют четыре главных аниматроника – Фредди, Бонни, Фокси и Чика. Но помимо этого здесь также есть золотой и фиолетовый Фредди. Последний, кстати говоря, своим появлением активирует мега-секретную пасхалку и выпускает на волю Спрингтрапа. И да, вы не ослышались, здесь также есть Спрингтрап. Это хоть и Гаррис Мод, но игра здесь всё также жуткая. К сожалению, автор забросил создание карт по ФНАФу, что очень странно, так как у него получилась просто шикарная карта. Следующий аддон называется Five Nights at Pinky Game Mod. Как я и сказал в начале, сегодня будем рассматривать модификации, сделанные по ФНАФу. Поэтому в данном видео мы рассмотрим не только карты, а вообще все крутые модификации, связанные с миром Five Nights at Freddy's. К одной из таких модификаций можно отнести игровой режим Five Nights at Pinky's. Данный игровой режим выглядит как всё тот же ФНАФ, но имеет одно небольшое отличие. Все привычные нам аниматроники заменены на персонажей из My Little Pony. Да, на словах это звучит как-то уж слишком кринжово, но поверьте, поиграв в этот режим минут пять, вы поймёте, что очень сильно ошибались. У меня на канале даже валяются летсплеи с этим режимом, так что кому не лень, можете найти и глянуть. Сам же режим абсолютно идентичен стандартному Five Nights at Freddy's. Вам нужно выживать в течение нескольких ночей. При этом с каждой ночью частота прихода этих паний аниматроников будет возрастать. И ладно бы, если возрастала только частота появления. Помимо этого, к вам будут приходить новые, более опасные, мозговыносящие виды аниматроников, заставляющие постоянно находиться в напряжении и отчитывать каждый процентик энергии. Надеюсь на успешное завершение ночи. Дальше мы переходим к карте под названием Five Nights at Freddy's 2 Avian's Map. Эта карта сделана по второй части Five Nights at Freddy's. И что самое прикольное, здесь полностью воссоздана система камеры, имеются различные венты. Всё это звучит, конечно, хорошо, но когда начинаешь играть, то чувствуешь себя немного неуютно. И это не из-за того, что тебя окружают кошмарные аниматроники, а из-за того, что при каждой проверке вентиляционных шахт вам придётся подбегать к ним вплотную, потому что выключатель находится прямо над ними. С камерами же история ещё интереснее. И при поднятии планшета вас будут перемещать в отдельную комнату с гигантским экраном. И для включения фонарика и перемещения между камерами вам придётся бегать туда-сюда, что, мягко говоря, не особо-то и удобно. Хотел бы я сказать, что карта полностью создаёт действие второго ФНАФа, но, к сожалению, сделать это не могу, потому что тут имеются не все персонажи. Из вырезанного тут мангл и кастомная ночь. В целом, карта очень даже неплохая, но некоторые моменты немного вымораживают. Кстати, автор даже создал главное меню наподобие того, что было в оригинальной игре. Пятая модификация называется Five Nights at Freddy's Game Mod. Если я не ошибаюсь, это одна из первых скачанных фно-модификаций, сделанных по ФНАФу. В плане геймплея это всё тот же Five Nights at Pinky's Game Mod, но только вместо изуродованных по ней, на нас будут нападать уже знакомые нам аниматроники из первой части. Когда я увидел этот режим впервые, то я просто не поверил своим глазам. Даже бы я никогда и не подумал, что в Гаррис Моде возможно создать режим, полностью копирующий какую-либо игру. Теперь же я понимаю, что здесь можно создать вообще всё, что угодно. Главное, чтобы было желание. Без преувеличения, это, наверное, лучшая модификация по ФНАФу во всём Гаррис Моде. Причём в неё даже можно играть со своими друзьями. Одни играют за охранников, а вторые насылают на них аниматроников. Опять же, как-то немного странно, что режим поддерживает только карту из первой части. Я понимаю, если бы ФНАФ потерял свою популярность и стал бы никому не нужен. Но в него до сих пор играют миллионы игроков по всему миру. И не совсем понятно, почему автор забросил этот режим, остановившись на первой части. Гейм-мод очень классный, если вы в него ещё не играли, то обязательно попробуйте. Дальше у нас идёт карта под названием Ultimate Custom Night. Собственно, название говорит само за себя. И карта сделана по игре Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night. Слово, это одна из немногих частей, с которой я совершенно не знаком. И видел лишь на ютубе, и то небольшими отрывками. Я уже показывал эту карту в видосе с жуткими пасхалками. Если вы его не смотрели, то переходите по появившейся программе в верхнем углу подсказки. Секрет здесь реально очень жуткий и связан с одним из персонажей мира Five Nights at Freddy's. Кстати, в меню у вас будет два варианта этой карты. Одна с отражениями, а другая и без. Отражение, к слову, отжирает огромное количество ресурсов ПК. И если у вас слабый компьютер, то лучше играть на версии без отражений. К огромнейшему сожалению, на карте нет никаких ивентов и аниматроников. Но зато при спавне можно выбрать один из пяти доступных треков. Если бы у этой карты была версия с ивентами, то ей смело можно было бы ставить 10 или 9 из 10. Ну а так здесь разве что можно пофаниться с друзьями или просто посмотреть на пасхалку. На седьмой строчке расположилась карта под названием Five Nights at Freddy's 3 Map. Карты сделаны по третьей части Five Nights at Freddy's. И, пожалуй, это самая страшная карта из всех сегодня показанных. Третья часть СНАФа сама по себе выглядит очень жутко. И в каком-то смысле даже омерзительно. Все эти разобранные и поломанные аниматроники на фоне обшарпанных плесневелых зеленых стен смотрятся очень неприятно. Создается ощущение, что мы как будто бы попали в какой-то ад. Причем в Гарри Смуде эта локация пугает еще не так сильно. Но вот в оригинале, понимая, что в любую секунду к тебе может прийти спрингтрап, вся эта кошмарная обстановка заставляет откладывать огромные кирпичи. К сожалению, у карты нет ивентов и, по всей видимости, уже никогда не будет. Хотя люди в комментариях активно просят их прикрутить. Не знаю почему, но у маски марионетки не отображаются текстуры. Если вы столкнетесь с такой же проблемой, то в обсуждениях карты есть ссылка на фикс, устраняющую эту ошибку. Карта и без всяких там аниматроников выглядит очень крипово. Даже боюсь представить, как бы все это выглядело с бегащим туда-сюда спрингтрапом. Следующая карта называется Five Nights at Freddy's 4 Gmod Map. Карта сделана по последней части оригинальной франшизы ФНАФ. Лично для меня ФНАФ закончился именно на этой части. И все остальные выходившие после него игры вселенной Five Nights at Freddy's уже даже как-то не вызывали никакого интереса. ФНАФ просто превратился в конвейер, созданный для выкачки денег. Многие говорят, что игру нужно было закончить вообще на третьей части, с чем я в общем-то не могу не согласиться. Но лично для себя я поставил точку именно четверки. Карта очень маленькая и невероятно темная. Здесь имеются локации из мини-игр, а также основная игровая зона. Опять же, у карты, к сожалению, нет ивентов. Хотя они и планировались. В самом начале даже есть дверь, которая по идее должна их запускать. Но как написал сам автор, ничего доделывать он не будет и вообще на эту карту он просто забил болт. Хотя в планах был мультиплеер полностью рабочие мини-игры. О карте даже как-то рассказывать особо-то и нечего. Так что движемся дальше. Дальше мы переходим к карте под названием Фредди Фадберс Мега Пицца Плекс. Это гигантский развлекательный комплекс аниматроник Минс Файф Найтс от Фредди Секьюрити Бридж. Должен предупредить сразу, карта находится на стадии ранней бета-версии. И боюсь, что в таком виде она останется навсегда. Такое чувство, что на карты по ФНАФу наложено какое-то проклятие. Потому что когда выходит какая-то новая ФНАФ карта, авторы сразу заваливают обещаниями сделать ивенты, мини-игры и все то, что было в оригинальных играх. Но потом резко отменяет свой проект и оставляет карту в незавершенном виде. Насколько я понимаю, данная участь постигла и эту карту. К слову, здесь повсюду раскиданы какие-то странные подарки. Возможно, если их отнести в какую-то точку, то это активирует какой-то секрет. Там даже на странице карты есть отдельный скриншот с подарком, стоящим в темной комнате. Также в игровом зале можно отключить свет, нажав на голову медведя. В принципе, я перечислю все интересные моменты этой карты. И пока не выйдет обновление, кроме как играть с друзьями, сделать здесь как-то особо-то больше нечего. Следующая карта называется ФНАФ The Joy of Creation Хэллоуин Эдишн. Карта сделана по одноименной игре и очень сильно похожа на третью часть ФНАФа. Если я ничего не путаю, то действие The Joy of Creation разворачивается в том же здании, что и в третьей части. Но в отличие от оригинальной тройки, герой здесь не сидит на одном месте, а бегает по зданию и выполняет различные задания, пытаясь не попасть на глаза сприндтрапу. Собственно, карта выглядит как все та же третья часть, но имеет небольшие изменения. К слову, в комнате охранника спрятана пасхалка. Найти ее можно за приставленным к стене вентиляционным люком. Разломав этот участок стены, вы попадете в вентиляционную шахту с фиолетовым подарком в конце. Что делать с этим подарком, я не знаю. Но если у вас есть какие-то предположения, то поделитесь ими в комментариях. Причем я нашел какой-то триггер под маской марионетки, но когда я кладу туда подарок, то ничего не происходит. Вполне возможно, что на этой карте есть какая-то огромная пасхалка. И может быть мы к ней еще вернемся. На этом сегодня все. Обязательно пишите в комментарии, какой из адонов вам понравился. Рассказывайте о других на деньфайм прикольных модификациях, а также делитесь этим видео со своими друзьями. Ставьте лайки, подписывайтесь и жмите колокольчик с выбором всех уведомлений. Также не забывайте вступать в группу ВКонтакте, подписывайтесь на все телеграммы и инстаграммы, залетайте на наш сервак в Дискорде, а также смотрите и другие мои видео. А с вами был я, Блэк Рейнбоу. Хорошего вам настроения и увидимся в следующем видео. Пока-пока.